Как вы относитесь к этому мероприятию? Это мероприятие очень важное, поскольку прививает молодому поколению следить за своей здоровьей, за своей чистотой. А здоровье в этой жизни самое главное, поскольку его исправить ни за какие деньги нельзя. На самом деле очень весело было. Когда мы готовились, было очень весело. Хорошо, значит, вы хотите сказать, что вы готовы сейчас отработать спектакль на высшем уровне? Да, да, секунду, конечно. Но я желаю вам успехов. Здравствуйте, дорогие ребята! Какие вы красивые, нарядные! А со здоровьем у вас все в порядке? Да! Точно? Да! Сегодня мы хотим вас пригласить в путешествие по стране здоровья. А нашим проводником к этой среде станет капелька. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте! Здравствуйте! Я очень рада, что вы пригласили меня в гости. А вы знаете, кто я? Да! Меня зовут Капелька. Я капелька воды. Ребята, кто из вас знает, где встречается вода в природе? Здравствуйте! Здравствуйте! Вода – это моря, реки, озера, пруды, родники. А как вы думаете, могут ли жить без воды растения и животные? Правильно! Без воды жизнь людей, животных и растений невозможна. Если не поливать цветы, то они засовывают. Если дождик не поливает поля, то не будет урожая. А для рыбок вода единственное место жизни. Ребята, а человеку нужна вода? Да! Для чего? Правильно! Наши друзья из 2-го класса подготовили стихи. Кто горячей водой умывается, тот называется молодцом. Кто холодной водой умывается, тот называется храбрецом. А кто не умывается, не зряхой называется. Зеркало любит чистые лица. Зеркало скажет, надо умыться. Зеркало ум, где же ребенка? Что же оно не причащит ребенка? Зеркало даже тенеет от страха, если в него поглядится неряк. Мышка плохо лапки мыла, лишь водичкой их смочила. Мылить мылом не старалась, и на лапках грязь осталась. Так что надо всем стараться, чаще с мылом умываться. Надо теплой водой руки мыть перед едой. Кто чистит зубы по утрам, тот поступает мудро. Кто чистит их по вечерам, тот поступает мудро. А захотелось пожевать зефил или бутылок, кто мудро будет полоскать посреди свой рот. Гони подальше свалить и помни о зубах везде. Молодцы! Все правильно сказали. Дети, а вы знаете, каким образом вода помогает нам сохранять здоровье? Вспомните, сколько раз в день вы имеете дело с водой. Сегодня на встречу с вами пришла моя подружка Гигиена. Наука о чистоте. Добрый день! Я чистота, рядом быть хочу всегда. Сначала познакомлюсь с вами, чтобы стали мы друзьями. Вот Наташа, Коля, Валя. Вот Сережа, Света, Каля. Костя, Вова, рядом Гена. А как вас, Вадим? Гигиена! Я пришла вас научить, чтобы как здоровье сохранить. Мой совет совсем не зорит. С грязью будьте осторожны. Вы про грязь? И я у вас. Ты ко мне не приближайся. И ко мне не прикасайся. Ох, ох, какое платье. Да ведь не на что смотреть. Я такое не надела. У меня другое дело. От борща пятно большое. Вот сметана, вот жаркое. Это клей, а здесь чернила. Согласитесь, очень мило. Я открою вам секрет. Лучшей платьи просто нет. Другое дело. 3-О- о-о-о-о. 5-6-0-о. 5-6-0-о. 3-О-о-о-o. 2-1-0. 3-0. 9-6-0. 5-6-0. Дети, вы не мыли руки? Значит, скоро я прибуду. Если пол вы не помыли, меня в гости пригласили. Да наши дети любят чистоту, порядок, чистят зубы и умываются. Нет, я вам не верю. Ребята, давайте докажем, что мы знаем всем право на гигиене. Да! Дети 2-го класса даже стихи об этом смогут рассказать. Для чего нужна трава? Чтобы трава росла всегда. Чтобы было чем напиться, утром встать и умыться. Чтобы летом в речке плавать и под солнцем загорать. Чтобы овощи на прядке регулярно поливать. Чтобы суп варить и кашу, и квартиру убирать. А еще, чтобы нашим мамам было в чем белье стирать. Чтобы лапочки сняли и заводы не стояли. Чтобы бегать босиком в летний дождь и пацанков. Ну а чтоб все это было и воды нам всем хватило. Мы должны все дружно помнить. Воду надо экономить. Ой-ой-ой, сейчас мы посмотрим, как вы с моими помощниками справитесь. Микробы ко мне! Мы микробы страшные! Страшные, страшные! Вредные, ужасные! Ужасные, ужасные! Мы любим не букашек, а грязный завараш. Кто с водой не дружит, тот и нам и нужен. Кто боится мыла? Ах, какой он милый! Кто не моет даже рук, значит нам он брат и друг. Кажется, я знаю, как освободить ребят от микробов. Дети, называйте по очереди предметы, которых боятся микробы, и они вас отпустят. Что это мы? 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 Ну теперь ты убедилась, что сюда ты зря явилась. Плохи совсем мои дела. И здесь, друзья, я не нашла. Микробы, уходим! Запомнить нужно всегда. За вам здоровье, чистота. Ребята, чтобы коварные микробы не вернулись, мы еще раз напоминаем вам правильное гигиену. Умывайтесь утром и вечером. Каждый день принимайте душ. Чистите зубы два раза в день. Каждый раз по три минуты. Обязательно мойте руки после туалета, улицы и грязной работы. И, конечно же, перед едой. Не забывайте носить с собой чистый носовой плоток или салфетку. Ешьте и пейте только из своей посуды. Старайтесь носить только чистую одежду, обувь и белье. Пользуйтесь сменой обувью в школе и дома. Помогайте взрослым поддерживать чистоту и порядок. Старайтесь есть, ложь засыпать и просыпаться в одно и то же время. Помните, ваше здоровье и хорошее настроение начинаются с чистоты во всем. А теперь закрепим изручное. Назовите полезные привычки, которые помогают нам сохранить здоровье. Ребята, а вы заметили, что все правильные действия мы совершаем при участии в воде. Берегите воду, экономьте ее. Не оставляйте экран открытым безнадобностью. Не засыряйте водоемы. А теперь давайте вместе посмотрим мультфильм, который поможет нам лучше запомнить правила гигиены. Здравствуйте, мальчики и девочки! Здравствуй, домовенок Непослуха! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, тетушка Сова! Непослуха! Почему у тебя руки грязные? А, ерунда! Я мелками рисовал, измазал, а умыться не успел. Это вовсе не ерунда, Непослуха! Грязным быть плохо и стыдно. Об этом я и сказку сегодня расскажу. Называется она «Прогрязнулю». Медвежонок, эх, не любил мыться совсем. Мама медведица говорит сыну, «Иди к ручейку, умойся». Медвежонок идет к ручейку, Но умываться не собирается. Сядет на бережок, посидит, На воду посмотрит, А домой такой же грязный возвращается. Медведица ума не приложит, Как сына научить умываться? Не ругалась она, не наказывала, И сладости на обед не давала, Но ничего не помогала. Пока сама силой не вымывает, Ничего не получается. И вот однажды вечером, Перед сном, Сказала мама медвежонку в сердцах, «Если ты их дальше умываться не будешь, То зарастешь весь мхом от грязи». Но эти слова мамы Не напугали медвежонка. Улегся он в постель неумытым, А ночью приснилось ему, Что вся его шубка Заросла зеленым мхом. Да так сильно, Что не узнать медвежонка. Превратился он в чудище зеленое, Страшное и ужасное. Пришел медвежонок в гости К своему другу зайчонок, Но тот, как увидел зеленое страшилище, Закричал от страха И убежал прочь. Медвежонок ему вслед, «Куда ты? Это же я твой друг, Медвежонок!» Но зайчонок и слушать не пожелал, Только еще быстрее пятками засверкал. Ну и ладно, У меня и другие друзья имеются. Но кому бы их не подходил, Никто не узнавал медвежонка. Белочка ускакала по веткам деревьев, Только пушистым хвостом махнула. Ёжик зашипел, Иголки растопырил, И в кусты спрятался. А галчонок, как только заметил иха, Замахал крыльями, Залетел высоко К самым верхушкам деревьев И закричал во все горло, «Спасайтесь, кто может!» В лес пришло чудище-юдище. Обиделся их на друзей И подумал, «Пойду домой, Мама обед уже, наверное, приготовит». Но и мама сына не узнала, «Уходи!» Сказала она. «Мой сыночек!» В шелковистой коричневой шубке Они в зеленом мху ходят. Заплакал медвежонок их И проснулся. Вылез он быстренько из своей кроватки, Взял с полки кусочек мыла И бегом к ручейку побежал. С тех пор медвежонку Иху не надо было больше Напоминать об умывании. Да, плохо быть грязнули. Никто и дружить не захочет. Да, непослуха. Но не только это. От грязи разные болезни могут возникнуть. Вот это страшно. Ой, тетушка-сова, Совсем вы меня запугали. Не пугала я, непослуха, Просто сказку рассказала. Ага, вы же почти про меня рассказали. Пойду-ка я руки мыть. До свидания, мальчики и девочки. А, кстати, ребята, Вы не забываете умываться? Ну, я думаю, ребята уже сами знают, Что грязнули ли быть плохо. Правда, ребята? До свидания, мальчики и девочки. До новых встреч. Я хочу сегодня, Чтобы вы познакомились с нашими артистами, Которые подготовили для вас этот спектакль. Итак, это учащиеся восьмого А-класса. Наши ведущие. Диана и Никита. Похлопаем их. Капелька. Ангелина. Наука о чистоте. Гигиена. Заводием Лиза. Наша грязь. Как же без отрицательных персонажей. Мирослава. У него верные спутники. Микробы. Саша и Роман. Показываю для вас презентацию и мультфильм. Ученик восьмого класса. Антон. Ну что же, ребята. Мойте руки. Дружите с водой. И будьте здоровыми. Hollywood. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова